В память о замечательном российском актере Романе Мадянове, вашему вниманию подборка из 10 фильмов, которых играл Роман в последние годы. В 2021 году свет выходит в фильм «Флэшмоб», где Роман Мадянов исполнил роль Романа. Где пробивная журналистка Дина отчаянно желает продвинуться по карьерной лестнице и идет на все, лишь бы угодить своему боссу Константину Львовичу. Она обманом попадает в тусовку местных момберов, которые периодически устраивают флэшмобы в неожиданных местах города. В процессе работы над своим репортажем Дина влюбляется в главного мобера Дэна и больше не хочет обманывать его. У других героев также все негладко. Несносный подросток Вилли уходит из дома. Константин Львович безответно влюблен в актрису театра, а спортсменка Мышка получает травму, которая может поставить крест на ее карьере. В этом же году он исполняет роль в фильме «Рашен Юг». По сюжету студент по имени Артем влюбляется в юную красавицу с Черного моря. Потеряв голову, он бросает все и едет за возлюбленный на «Рашен Юг», о котором ничего не знает. На море оказывается, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают два серьезных местных конкурента. Красавчик из мореходки и дерзкий полицейский. Кажется, у наивного студента просто нет шансов. Даже помощь его новых друзей как будто только мешает. Но наш герой не собирается сдаваться. Значит, война. А еще в этом году выходит фильм «Не футбол», где Роман Мадянов сыграл роль Палыча. Дани Белых с детства твердили, что футбол не женское дело. Но она все равно стала капитаном футбольной команды. Вот только ее команду неожиданно собрались закрывать. Спасти их может только победа. И Даня решает собрать своих подруг детства, с которыми играла футбол еще в школе. Это оказывается не так-то и просто. А тут еще и тренер, бывшая звезда с проблемами, которые вообще не считает женский футбол футболом. Но отправив на скамейку запасных неуверенность в себе, лишний вес и проблемы на личном фронте, девчонки рвутся к победе не только в спорте, но и в жизни. В 2021-м выходит в свет и фильм «Бумеранг», где актер сыграл роль пастора. Петрович – художник-неудачник, пропивающий в гараже остатки таланта. Он решает свести счеты с жизнью. Забравшись на крышу московской высотки, делает последний шаг в бездну. Но приземляется на новенький БМВ – циничного владельца аптечного бизнеса с криминальным прошлым некого Эдика. Чудом выжив, безработный Петрович теперь обязан вернуть стоимость разбитого бумера – 10 миллионов. Прощать других и не в правилах Эдика. Но чтобы повеселиться, он берет Петровича к себе в фирму креативным директором. Еще не зная, что все перевернется самым неожиданным образом. Ведь у вселенной, как известно, отличное чувство юмора. И еще в этом году выходит новая драма «Бессмертные», где актер сыграл ключевую роль. По сюжету четверо друзей, которые прошли войну в Афганистане, возвращаются домой. Они едут в столицу, где пытаются адаптироваться к мирной жизни. Кто-то подался в бизнес, кто-то в частные структуры, а кто-то стал писателем. После 20 лет разлуки однополчане встречаются на кладбище, чтобы проводить в последний путь товарища, умершего от сердечного приступа. В начале 90-х герои картины сталкиваются с неприятием афганской компании в обществе. Их наградам никто не верит. Люди считают, что ордена и медали куплены. Бывшим солдатам стыдно появляться на людях в форме. О своем прошлом они предпочитают лишний раз не вспоминать. Через 20 лет их дружба и любовь к родине проходят испытанием временем. В 22-м году Роман Мадянов сыграл роль Валерия Мармышкина в фильме «Мой папа-вождь». Капитан дальнего плавания Петрова 10 лет все считали без вести пропавшим героем. Но он вернулся африканским вождем. Жизнь на острове с аборигенами не прошла бесследно. Теперь он ходит по городу с копьем наперевес и охотится прямо на глазах у изымленных горожан. Он не признает правила современной цивилизации, только закон джунглей. Но как наладить отношения с женой и сыном, если они совсем на другой волне? А еще в 2022 году актер исполняет роль отца Тани и Маши в фильме «День слепого Валентина». В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьезные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться или испугаются и разойдутся. Фильм о том, что настоящая любовь способна победить все, даже если стрела Амура случайно попала не туда. В фильме «Шаляпин» 2023 года Роман Мадянов исполнил роль антрепренера. А по сюжету у нас... 1886 год. Место действия – город Казань. Отец пытается пристроить маленького Федю к делу. Но из мальчишки не выходит ни подмастерья, ни посыльного. Он мечтает только о музыке и театре. Приехав покорять столицу без копейки денег, молодой Федор не упускает выпавшего ему шанса выступить на концерте. И немедленно покоряет публику своим мощным басом. Но по-настоящему талант Федора Шаляпина раскрывается в частной опере – новом проекте мецената Савы Мамонтова. Слава русского баса растет. Вокруг него бушуют страсти. Влюбленный Шаляпин женится на итальянской балерине Иоле. Готовый ради него поставить крест на своей творческой карьере. Но счастливую семейную жизнь прерывает внезапно вспыхнувший роман с поклонницей его таланта Марией. Страсть к Марии переворачивает жизнь великого певца. Он разрывается между двумя женщинами и двумя семьями, не решаясь оставить ни одну из них. Шаляпин не мыслит своей жизни без детей, без оперы, без широкой русской песни и без родины. Любовь к которой составляет смысл всей его жизни. Но ему предстоит сделать мучительный выбор и отказаться от того, что ему дорого да более. А в этом же году в свет выходит и фильм «По щучьему велению», где Роман Мадянов исполнил главную роль. Если ты идешь на рыбалку, будь готов к тому, что вытянешь рыбу своей мечты – волшебную щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третий решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкуры представляется обычной девушкой – Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с котом-баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо – это быть с тем, кого любишь. На конец 10 октября 2024 года в кинопрокат выйдет семейный фильм «Битва пап», по сюжету которого. Возлюбленные Кости и Маша решают пожениться, но сразу же возникают проблемы с родственниками. Отец Кости – военный на пенсии, прямой и волевой русский мужик, который планирует снять для семейного торжества дом офицеров, пригласить всю родню до пятого колена и отметить, как полагается, по традициям российского застолья. Папа Маши – владелец крупного бизнеса, который хочет повыпендриваться перед партнерами и устроить свадьбу с Шиком где-нибудь в Дубае. Но что же хотят дети, что думают остальные родственники – обоим папам на это наплевать. Свадьба становится настоящим столкновением, амбицией и полем боя между двумя такими разными, но по сути одинаково упрямыми отцами. Субтитры создавал DimaTorzok